Восстановление шин Несмотря на то, что автомобильная шина это по сути кусок резины, она не имеет монолитную конструкцию и не отливается в форме. Эта особенность позволила появиться такой услуге, как восстановление шин. Дело в том, что если покрышка не имеет серьезных повреждений, а лишь стерлась от долгой эксплуатации, гораздо выгоднее восстановить протектор, чем изнашивать шину до конца и покупать новую. Процедура может быть выполнена вручную, однако требует от мастера особых навыков и приложения большого количества усилий. На крупных предприятиях, где за день обрабатывается несколько сотен автомобильных шин, используется специализированное оборудование. Станки, которые вы видите на своих экранах, были изготовлены итальянской компанией Marangoni. Первым делом с шины срезается старый изношенный верхний слой. Очищенная поверхность покрывается тонким слоем невулканизированной резины. Она выполняет роль связующего компонента. Далее станок растягивает свежий новый протектор и надевает его поверх заготовки. Это наиболее сложный этап, так как растягивание резины требует огромной силы, которой у машины, в отличие от человека, предостаточно. После этого станок оказывает на шину давление, обеспечивая более надежное сцепление. И все, что остается, это вулканизация – помещение шины в горячую камеру, где ее части окончательно соединяются воедино. Такое восстановление шины в среднем на 30-40% дешевле, чем покупка новой. Сборка матраса Точно так же, как существует огромное количество разнобидностей матрасов, существует не одна технология по их созданию. Сегодня мы покажем, как создаются самые простые и традиционные матрасы с пружинами или пружинными блоками. В процесс одинаково вовлечены как люди, так и специализированные станки. Первый отвечает за механические действия, а вторые берут на себя задачи, где важна точность, так как способны справиться с ними быстрее. Так именно станок распыляет клеящее вещество по краям войлока, который выступает в роли изолирующего слоя. Сверху на клей сажается каркас из пенополиуретана. Именно он помогает матрасу держать свою форму. Место внутри предназначено для наполнителя, ну а он, как несложно догадаться, может быть самым разным. В нашем случае в качестве наполнителя выступает слой пружин и слой пружинных блоков. Сверху прикрепляется бойлок. Изолятор должен быть с двух сторон. Так как матрас – это всегда многослойная конструкция, дальше рабочие продолжают работать в паре со станком. Машина все так же наносит клей, а люди прикрепляют сверху с одной и с другой стороны верхние прослойки. Они придают матрасу мягкость либо жесткость. Последний этап – помещение матрасной основы в чехол. Обратите внимание, как здесь машина помогает переворачивать и вращать матрас для более быстрого и удобного доступа к разным его частям. Вакуумная формовка Пластик – наиболее востребованный сегодня материал, из которого повсеместно изготавливается огромное количество самых разнообразных изделий. Наиболее быстрый способ наладить серийное производство идентичных друг другу деталей – это вакуумная формовка. К нему прибегают производители пластиковых упаковок, игрушек, чемоданов. Также он подходит для изготовления деталей и корпусов различных приборов. Самый первый этап – это создание матрицы. Именно она определяет форму всех будущих изготавливаемых изделий. Непосредственно формовкой занимаются специальные вакуумные прессы. Они работают с полистиролом, АБС-пластиком, сантехническим пластиком и практически любым другим. Материал зависит от того, какое изделие необходимо получить в итоге. Цвет и толщина также могут быть абсолютно любыми. Пластиковая заготовка выглядит как обычный ровный лист. В считанные секунды он нагревается, чтобы стать мягким и податливым. Теперь нужно пластик раздуть. Лист превращается в пузырь. Нужна эта процедура для того, чтобы стенки изделия имели равномерную толщину. Дальше следует откачка воздуха и одновременное вдавливание пластика в форму. В считанные секунды материал плотно обтягивает матрицу, повторяя каждый изгиб, углубление или выпуклость. После того, как заготовка охлаждается, происходит это опять же очень быстро, форма извлекается. Последний этап – обрезка и отделка. Подвижная фреза срезает весь лишний пластик и делает отверстия, если они нужны. Промышленное литье стекла. На фабриках все начинается, как ни странно, сырья. Песок, кальцинированная сода, известняковая мука и некоторые другие компоненты, вроде стеклобоя и красителей, смешиваются, а затем отправляются в печь. Чтобы масса из порошка превратилась в густую жидкость, ее необходимо нагреть до температуры около 1500 градусов Цельсия. Дальше специальные ножницы режут раскаленное стекло, чтобы получились заготовки небольшого идентичного размера. Эти капли стекломассы отправляются в формовочные аппараты. Это специальные капсулы с металлическим стержнем. Внутри них жидкое стекло растекается по пустотам и так приобретает форму бутылки. Хотя изделия и выглядят готовыми, им предстоит пройти еще несколько стадий обработки. Остывшие бутылки снова нагреваются, на этот раз до 500 градусов Цельсия. Так из стекла удаляется остаточное напряжение, из-за которого бутылки могут лопаться и идти трещинами. Наконец, последний этап – опрыскивание раствором, который делает стекло менее подверженным появлению царапин и потертостей. Фасовка орехов Когда вы берете с полки магазина пакет с конфетами или орехами, задумывались ли вы когда-нибудь о том, кто следит за тем, чтобы граммы, написанные на упаковке, совпадали с количеством содержимого внутри? Если да, то следующее оборудование, которое мы сегодня покажем – ответ на все ваши вопросы. Эта машина для наполнения пакетов, разработанная чешской компанией «Викинг Масок». Весь процесс фасовки поделен на несколько этапов. Первый – это разделение общей массы продуктов на одинаковые порции. Видео демонстрирует фасовку орехов, однако также оборудование может работать, например, с конфетами. Каждый из лотков, который вы видите на экране, оборудован весами. Вот так все порции обладают одинаковым размером. За высокую точность здесь отвечает вовсе не человек, а машина. Второй этап – непосредственно фасовка. Станок работает с длинным пластиковым пакетом. Внутрь насыпается отмеренная порция орехов, после чего пакет запаивается. Эта процедура повторяется снова и снова, причем скорость ее регулируется. Она зависит от производственных нужд, мощности машины и может достигать 300 циклов в минуту. Конкретный станок, который вы видите на экране, наделяет фабрику огромными возможностями. Все потому, что работает с мешками разного размера, шириной от 50 до 300 мм. Наполнение коробок. Подавляющее большинство напитков попадает в продуктовые магазины, упакованными в крепкие прочные коробки. Если вы думаете, что наполнением этих самых коробок занимаются люди, то крупные ошибаетесь. Такой вариант, конечно же, возможен. Однако автоматизация труда выводит производительность на новый уровень и позволяет справляться с задачей гораздо быстрее. Машина, которую вы видите на экране, представляет собой упаковочную систему от немецкой компании KHS Group. Поразительно, но всего лишь за час она способна поместить в коробки около 86 тысяч бутылок. Но это еще не все. Машина имеет модульную конструкцию и может быть дополнена блоками, расширяющими ее функционал. Так производитель предлагает модули, которые самостоятельно складывают коробки из плоского состояния в объемные. Использование системы Inopek TLM позволяет экономить. Контроль за всеми манипуляциями выполняет один единственный оператор. А еще машина обращается с бутылками бережно и аккуратно, сводя вероятность брака к нулю. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал BrainTime! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Игорь Негода!